И сегодня наша акция направлена на то, чтобы показать значимость физической реабилитации пациентов с двигательными расстройствами, в частности, с болезнью Паркинсона. День борьбы с болезнью Паркинсона. Этот день был выбран не случайно, он международный день. Это день рождения доктора Паркинсона, который впервые, скажем так, выявил данное заболевание, диагностировал, его классифицировал, описал. И сегодня мы проводим мастер-класс совместно с руководителем Центра скандинавской школы скандинавской ходьбы Евразия Максимом Прощенко. Он обучает наших пациентов правилам методики скандинавской ходьбы и особенностям данного метода. Есть такие моногенные формы, которые передаются по наследству. То есть, если у кого-то в семье был болезнью Паркинсона, то болезнь Паркинсона начинается до 30-20 лет. И у молодых детей вот это семейная форма. Но это всего лишь занимает до 10%. Основной процент, 90% болезни Паркинсона, это спорадические формы. То есть, появляются просто в популяции. Исследователи заметили, что те люди, которые живут в сельских регионах и употребляют воду из колодца, которая пропитана пестицидами, они более подвержены болезни Паркинсона. То есть, те люди, которые работают на заводах, влияние токсических веществ тоже может быть одной из причин развития болезни Паркинсона. Так как основной морфологической причиной болезни это уменьшение количества допамин, продуцирующих клеток в среднем мозге, а также накопление в головном мозге белка. Сейчас мы как раз к нему идем. Продолжение следует...